Махабхарата И думаю, что в этой части мы подведем итог всех наших до этого бесед, которые были в наших таких небольших эфирах. Прежде чем начать этот наш эфир, мне хочется процитировать высказывание одного известного, ну, кому-то известного, кому-то не очень известного, древнеримского историка Корнелия Непота, который говорил так «Сивис пацем парабеллум» – «Если хочешь мира, готовься к войне». А вот почему такая у нас преамбула, почему это высказывание является началом нашей беседы, вот тут как раз мы сейчас и начнем разбираться. Каким же образом «Сивис пацем парабеллум» связано с нашей древней Махабхаратой? Ну, ты вот упомянула о завершении цикла наших бесед на эту тему, я с этого, пожалуй, начну, потому что мы завершили те публикации данной темы на сайте, поскольку стихи Липкина, которые он перевел, он, конечно, не все перевел, но то, что он перевел в стихах, его стихи завершились, поскольку это все, что он успел за свою жизнь перевести. И получается, что завершение у нас будет такое двойное. Мы занимались этим два года, и этот теперь источник доступен для пользователей сайта «Рада Божия». Если будет благословение богов, может быть, удастся издать это в печатном виде, и тогда люди смогут это прочитать не с экрана, поскольку уже давно известно, что с экрана воспринимается гораздо хуже, чем с печатного листа. А относительно того, что ты процитировал, ну, эта мудрость актуальна в наши дни как нельзя более ярко и сильно, чем когда-либо раньше. Почему? Потому что последние 2600 лет мы жили в эпохе Лисы, в чертоге Лисы, в эпоху богини Мары, которая управляла этим отрезком времени и этим чертогом Сворожьего круга, в котором мы проходили уроки. И многие живут так же, хотя этот чертог мы миновали и вошли в чертог Волка под управлением бога Виллиса с 2012 года. Я наблюдаю, что прошедшие 4 года, к сожалению, ничему людей не научили. Они живут по накатанному. Они, ну, побоялись какое-то время, там, декабрь 2012-го, кто-то реально там уехал на дачу, вот, кто-то реально там надеялся на то, что все быстро изменится, и вот утром проснется и будет мир иной. Хотя для богов это не сильно сложно. Но оказалось, что ничего внешнего не произошло. На мой взгляд, и не должно было произойти внешне, поскольку нам боги всегда дают шанс исправиться внутренне, духовно расти. Это наша дхарма. Понятно, что старшеклассники проснулись сейчас во всем мире. Заметное улучшение, ну, например, я недавно исследовал тему по вегетарианству. То есть люди понимают, что убийство животных ведет к общему оскотиниванию самого человечества, которое этих животных ест. И, в общем-то, положительные сдвиги есть, поскольку в Ведах сказано, до тех пор, пока они закроют сами собой, не будут войны у людей, потому что им нужно как-то карму отрабатывать. Положительные сдвиги есть, но они настолько маленькие и настолько касаются уже проснувшихся людей, что у меня такое впечатление складывается, что возможно, что боги станут будить тех, кто не хочет просыпаться. У меня такой образ складывается в детском саду сидят, детки играются в песочнице, к ним обращается воспитательница. Детки, нам пора на урок рисования, потом будет урок пения, а потом вы снова вернетесь в песочницу. Время в песочнице по расписанию занятий совершилось. А детки так одним глазом зыркают на эту воспитательницу и делают вид, что не слышат. Ну вот, вот мне такой образ возникает о современных людях, которые живут и даже не пытаются задуматься ни о дхарме, ни о совести, ни о нравственности. И они живут мерками лжи, обмана, коварства, лицемерия, подлости, вероломства. Теми мерками, которыми мерились уроки предыдущей эпохи, предыдущем чертоге. Но я не знаю, сколько бог Белес будет за этим всем наблюдать. Он, конечно, дает шанс. Конечно, те, кто в теме, они стараются исправляться, стараются осознанно отрабатывать карму. Но их же меньшинство, к сожалению, пока. Поэтому актуальна фраза потому, что если мы не исправимся внутренне, если мы не вернемся к тому, что основные войны должны происходить между людьми и демонами, между богами и демонами, но никак не между людьми, друг с другом, а еще хуже людей с богами, что в Махабхарате тоже происходило. И отголоски эти, как кармические следствия, мы уже понаблюдали в беседе с тобой в предыдущих наших передачах, что самые крупные мировые войны – это кармические отголоски Махабхарата. И сейчас они происходят, многие просто не обращают на это внимания как на кармические отголоски, считая это новыми какими-то вооруженными конфликтами. Но если мы не перенесем свои старания в самосовершенствование и победу над демонами внутри своей души, в первую очередь, то, наверное, боги нам начнут будить нас. Ну нас, я имею в виду, тех, кто не проснулся, даже тех же наших родичей, которые и слышать ни о чем не хотят. Тогда, наверное, будут будить внешне. И вот эти ложные стереотипы разрушать через внешние обстоятельства, если нет желания у людей к внутренней работе. Где-то так. Я в детстве не понимал эту фразу, что значит «хочешь мира, готовься к войне», потому что казалось, ну как-то ты готовишь войну, какой может быть мир. А потом, когда уже повзрослел, стал понимать, что всегда нападают на слабого. Всегда войны организуются или образуются там, где кто-то дает слабину. Или кто-то слишком убежден, что он более сильный. И вот для того, чтобы это убеждение распалось, необходимо проявлять, показывать свою силу и быть сильно внутренним. И вот как раз то, что ты сказал, что постоянно устраивали войны между сородичами и даже пытались устраивать войны с богами, хотя с богами, конечно, воевать – это надо быть умалишенным вообще, чтобы пытаться с ними воевать. Но так или иначе это все происходило. И вот эти наши недруги, они постоянно стравливали между собой нас, кого-то ослабляя, кому-то доказывая, что он более сильный. И поэтому вот эта фраза, она как никогда подходит, как ты правильно сказал, к сегодняшним нашим реалиям. Мы должны быть сильны во всем. А в чем сильны? Что просто накачать кулаки, что сделать сильную голову, чтобы ей стены пробивать? Ну, мне кажется, нет. Здесь какая-то другая сила имеется в виду. Вот давай немножечко об этом поговорим. Ну, речь идет, конечно же, о силе души и о силе духа. Потому что если душа обладает здравомыслием, о котором очень доходчиво и подробно в свое время поведал Ведамон Ведогор и в видеовариантах, и в книге своей «Кощеный финистая с сокола России», то о какой тогда силе можно говорить? Ведь если человек, обладая здравомыслием, изучает наследие родного народа, если он внутри себя слышит голос совести, голос интуиции, то он понимает, что наших сородичей просто обводят вокруг пальца, как, ну, конченых даунов. И огромную страну, бывшую СССР, превратили в помойку. И кучу мелких-мелких республик, которые гнут пальцы веером и считают, что они круче тучи. А мы молчим и смотрим на все это. И тех, кто не молчит, подвергаясь огонениям по 282-й статье, ну, и я к ним же и принадлежу, тем, кто подвергается огонениям. Но я вот иногда задумываюсь, а ради кого и ради чего все это? Ради тех, кто спит и плевать хотел на то, что мы, в общем-то, у себя уже и не хозяева, а гости. А гости становятся хозяевами. Поэтому необходимы душевные и духовные усилия прежде всего над собой. Известна фраза ещё одна — «Изменись сам, изменится мир вокруг тебя». Ведь если брать, ну, по большому счёту, это всё учебно-тренировочный полигон, весь мир материальный, в котором души проходят уроки. И естественно, что взрослые, как бы духовно зрелые люди понимают, что этот мир является тренажёром. Тренажёром, в котором боги каждой душе создают условия для самосовершенствования. И чем более душа ленивая, тем более сложные условия ей создают, чтобы она проснулась и пыталась как-то преодолевать эти искусственные условия. Но ввиду того, что у богов сила велика, то обывателю кажется, что это внешние объективные обстоятельства. И получается, что необходимо внешними объективными обстоятельствами будить обывателя. Иначе он всё больше и больше наклоняется, извините, в заражение, к свиной кормушке. И всё более и более соглашается на всё менее и менее качественную пищу. Я имею в виду духовную пищу. Да и материальную тоже. Поэтому как-то надо будить народ. И боги, возможно, если народ не захочет просыпаться самостоятельно, возможно, начнут будить его внешними обстоятельствами. И тогда может случиться то, о чём говорят и Ванга, известная прорицательница, и Вольф Мессинг. И сейчас этим пестрит интернет о том, что не за горами, а серьёзная встряска. Но мы на сайте публиковали пророчество астролога Рассушиной, которое основало своё пророчество на откровениях, полученных ею от ведического жреца из Индии, что у славянских народов будет выбор. Либо он изменится духовно, либо он займётся реальным самосовершенствованием. И тогда переход из эпохи в эпоху пройдёт по мягкому сценарию. Мы, может быть, лет через 10-15 станем жить в том мире, о котором все мечтают, но никто не хочет ничего делать, чтобы это произошло. Либо будет встряска очень серьёзная с, скажем так, отставанием от астрологических вариантов и возможностей. И тогда только к 50-му году что-то может измениться к лучшему. То есть есть опасность потерять 20 лет, но не просто 20 лет, а потерять в военных действиях своих родных, близких, свои очаги, всё то, к чему люди привыкли и что они любят. Но поскольку они этими игрушками балуются и тянут, грибут под себя, то вариант такой очень возможен, что игрушки боги начнут отнимать, когда ими пользуются во вред себе. А вот когда говорят, что у нас есть некий рог, предопределённость, которую невозможно изменить, я отчасти соглашаюсь с этим, отчасти с этим не соглашаюсь. Вот почему. Дело в том, что, да, нам сейчас предстоит пройти над пропастью в любом случае. И мы уже над ней идём. И уже видим, как многие сваливаются. Туда прям пропасть летят. Но проход над пропастью ещё не означает предрешение того, что мы должны все в пропасть упасть. От нас зависит, правильно мы пройдём, ровно ли мы пройдём, осознанно ли мы пройдём, или в конечном итоге свалимся туда. Но проходить над пропастью нам необходимо. Это наш рог, в который мы себя сами втянули когда-то давным-давно, дав слабину, дав какую-то возможность нас в эту игру затянуть. Но, с другой стороны, у нас нет предначертности, что мы все должны туда упасть. От нас самих зависит, кто мы и что мы будем делать. И поэтому, когда мы говорили про силу, тут необходимо, наверное, отметить, что многие сейчас занимаются здоровым образом жизни, ведут, вернее, здоровый образ жизни, и занимаются оккультуриванием своего тела. Становятся здоровыми людьми физически, занимаются в тренажёрных залах, могут, например, 100 килограмм спокойно одной рукой отжимать, и проблем с этим каких-то не испытывают. Но когда начинаешь общаться с этими людьми, я обращаю внимание, что большинство, подавляющее большинство из них, ведя здоровый образ жизни и физически будучи здоровым, при этом никакой пользы обществу не приносят. То есть они, да, накачанные ребята, но при этом ничего даже в быту хорошего, по сути, многие из них не делают. То есть никто, например, не едет что-то на земле сделать, никто не занимается реальными делами по строительству, например. Ну, никто, это я так утрирую, в кавычках, многие, здесь правильно говорить, многие не занимаются этим вопросом. И получается, а для чего тогда, я задаю вопрос тем людям, которые этим занимаются, но не применяют свою силу в реальной жизни, а для чего вы этим занимаетесь? Ответ, ну, чтобы быть красивым, телесно красивым, физически красивым. Говорю, а польза какая обществу? И вот тут как раз тот самый момент, что инструментарий, это вроде наработан, но он для пользы обществу не применяется. И в этом случае мы видим, что воля, сознание, они несколько отстают от физического наполнения человека. В этом случае, а может ли человек называться человеком? И способен ли такое человекообразное существо, крепкое, физическое, здоровое, быть тем божественным сподвижником, который будет проявлять волю богов, который будет двигаться к светлому будущему, поможет другим выйти, себя спасет, других спасет, там, в крайней ситуации какое-то или что-то еще. И вот тут я под большим вопросом это все ставлю, потому что если у человека нет осознания, то у него и нет воли. И все его физические прекрасные данные в этом случае превращаются в ничто. Вот как бы нам таким людям рассказать, что, ребята, здоровый образ жизни – это здорово, это правильно, это один из путей, ведущих вас куда-то. То, что вы не пьете, не курите – это отлично. То, что вы не едите мясо – это здорово. Но ведь известно некоторые негодяи, которые не ели мясо и при этом были негодяями. Известно многие мерзавцы, которые не пили, не курили, но при этом оставались мерзавцами. Известно многие культуристы, которые были просто, как ты говоришь, конченными дебилами и так далее. Как соблюдая все вот хорошие параметры телесного своего состояния, набирая вот этот правильный инструментарий, еще и правильно двигаться, правильно мыслить, становиться по-настоящему разумным человеком, который не допустит Махабхараты, не допустит сваливания нашего мира в очередную Махабхарату. Ну, тут лекарство одно – ознакомление с наследием предков, ознакомление с ведическим мировоззрением, в соответствии с которым каждая душа приходит в этот мир для самосовершенствования. И совершенствуясь в минеральном, растительном, животном, царствие, она получает, как подарок от богов, возможность эволюционировать в человеческом царстве природы. Так вот, подарок подразумевает еще и ответственность. Ответственность в том, чтобы эволюционировать внутри человеческого царства природы. От смердов к хозяевам, от хозяев к воинам, от воинов к священнослужителям, от священнослужителей к святым, старцам и старицам, а от них уже к богам мира славе. Мы же наблюдаем сейчас, что боги мира славе это наши прапрапрадеды и прапрапрабабушки, которые взрастили великие души и живут в небесной Руси. Они с ужасом смотрят на нас, которые просто находятся на уровне представителей животного царства, занимающихся только обслуживанием телесных потребностей. Есть, спать, обороняться и совокупляться. И у них особых-то и вариантов нету. То есть, если в детском саду никто не слушает воспитательниц, то нужно создавать внешние условия, например, дождь включить, чтобы сами разбежались. Или, например, пожар вдруг возникнет, чтобы сами побежали. потому потому что сами бежать не хотят. А можно было бы избежать вот таких серьезных мер, только исполняя дхарму и исполняя свое предназначение, для чего мы живем. И подсказка каждый день звучит в наших душах через совесть и через интуицию, через следование своему руку, вернее следование своему руку постоянно имеет подсказки. Здесь ты не прав, здесь ты ошибся, вот здесь было бы верным. То есть скайп или там сотовый телефон, образно я так называю совесть и интуиция работает у всех, только большинство их повыключали. Да, понятно, что есть пословица пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я даже уже о пиранице не говорю, но тогда мужик дожидается пока гром грянет. У нас вариант простой, либо Махабхарата внутренняя по победе демонами над собой, либо дождутся наши братья и сестры внешние, потому что в следующем чертоге чертоге волка правила жизни совершенно иные. Честь, достоинство, порядок, здравомыслие, необходимость жить для общества, необходимость восстанавливать справедливость в обществе. Вот правила нового чертога. и чем больше тех людей, которые собой занимаются физически, но они обращают внимание на то, что творится вокруг на уровне нравственности, на уровне справедливости, а точнее бедн нравственности и несправедливости. Если люди не будут на это обращать внимание и делать посильные для них шаги для того, чтобы это все исправлять, значит им придется столкнуться с личными потерями, а обычно это делается либо во время стихийных бедствий, либо военных конфликтов. Сценарий простой, обглянувшись назад можем легко увидеть не только в летописях и былинах, но и даже в банальной истории. Хорошо, скажи, пожалуйста, какие есть параллели, которые сейчас можно провести с временами прошлых Махабхарат и современностью, какие явные предпосылки есть сейчас для того, чтобы возникла очередная Махабхарата. Вот давай как-то сравним описание, что происходило тогда с тем, что происходит сейчас здесь и поймем, реально ли предпосылки такие существуют или это так очередное пугало для нас, для всех. Ну, давай смотреть на факты. Европа уже наводнена эмигрантами, которые никогда европейцами не были. И это даже внешне видно. А сейчас у нас идет тот же самый процесс. Под видом строителей чернорабочих всегда едут отовсюду все, кому не лень. в паспортных столах им зеленый свет и они регистрируются, они становятся гражданами полноценными. Есть вот реальный случай в Санкт-Петербурге к какому-то то ли китайцу, то ли успеху, в общем, явно восточной внешности человеку, который мел в двор, подошла какая-то старушка и говорит, какие молодцы, какие вы трудолюбивые, вы тут убираете, строите. Значит, мы так рады, что вы нам помогаете. Он улыбнулся и ответил, мы не вам строим, мы себе строим. Мы не вам подметаем, мы себе подметаем. Это наш новый дом, скоро мы будем жить. Тогда вы узнаете, кто вы на самом деле. Возьмите Китай, половина Сибири и Дальнего Востока уже очень не похожа на Славяна или очень похожа на Китайцев. И это все тихо и сапой происходит. И только слепо этого не видят. Даже этих достаточно двух примеров для того, чтобы понять, что идет наводнение нашей Родины теми, кто раньше никогда гражданами нашей Родины не был. И уж точно не был раньше славяном, славянином или арием. Потому что внешность очень отличается. И если люди умышленно не обращают на это внимание, значит Богам придется преподать ему урок, чтобы они обратили на это внимание на собственной жизни, на примерах собственной жизни и на скажем потери собственной шкурки в таком лоснящемся виде, как сейчас. А каким образом это все-таки перекликается с теми махабхаратами, которые были там? Там тоже были предпосылки такого плана, когда появлялось в большом количестве тех людей, которые в данном случае, ты сказал, не являются славяно-ариями, не являются нашими родичами, а там это как выражалось? Там это было в классическом варианте. Начиналось все с классики, как в Ведах и заповеданно. демоны стали наводнять землю. И она обратилась за помощью сначала к Еле или батюшке, а ввиду того, что это было выше его компетенции, она обратилась к Дальбогу, затем к Сварогу. И Сварог сказал, это даже не выше моей компетенции, тебе нужно обращаться к Вышине. и когда она к Вышине обратилась, он сказал, жди моего посланника. Количество демонов будет резко уменьшено, но только это должно дождаться соответствующих астрологических и иных условий, которые существуют как циклы жизнедеятельности Вселенной. И вот тогда основная война была между людьми и демонами, но тем не менее в нее были втянуты по соответствии с кознями демонами люди, которые воевали друг с другом. То есть в целом это была война людей, богов и демонов, и люди были объединены с богами в этой войне. Но в частности внутри вот этих двух армий, которые схлестнулись на Курском поле или на Курокшепре, часть людей воевала против людей, будучи их родичами, и часть людей, находясь в армии демонов, воевала против богов. Вот такую мясорубку закрутили демоны, потому что они не хотели просто так сдаваться. И они очень многих людей во все это втянули. И сейчас даже было введом даже описаны случаи, когда кармические враги рождались в семьях друг друга. И получалось, что если возникали условия вспоминания прошлых воплощений, то оказывалось, что сын был допустим врагом отца или наоборот. Так вот, когда братоубийственные войны возникло, тогда и потом они продолжали. Мы уже говорили о том, что, допустим, война с Наполеоном это гражданская война, потому что франки это такие же славянарии, как и мы. Война в Германии в прошлом веке целых два была варианта. И в Первой мировой, и во Второй мировой. Но это такие славянарии, как и мы, это потомки князя Германии. То есть это опять же гражданская война. А сейчас ввиду того, что очень многие находятся на противоположных жизненных позициях, в противоположной религии, которая не соответствует ведическому мировоззрению и очень яростно, скажем так, старается с ним бороться. Есть реальная опасность снова подникновения той ситуации, которая эхом в определенные астрологические циклы накатывается на нас. И демоны всегда стараются действовать чужими руками. Даже есть пословица «Чужими руками легко жар за грибы». Они понимают, что им пора уходить, потому что боги торопят уже их время истекло. Но поскольку они питаются энергией смерти и страданий, они сейчас и наводняют Россию в итоге не совсем российскими гражданами с тем, с тем, опять новую мясорубку закрутить. И те, кто слеп духовно и душевно, они считают, что все хорошо. Они ходят, как я сказал, в тренажерные залы, занимаются тики для сэга своим физическим делом. Но есть же еще душа, о которой нужно думать, думать о ее развитии. А, как сказал Выше, то же самое, перед началом этой битвы, что только исполнение своего предназначения является главным и наивысшим условием духовного роста. И нам подсказки идут, как исполнять свое предназначение через совесть и интуицию. Ну, начать надо с простого, начать хотя бы слушать голос совести и интуиции, исследовать им, поскольку это говорят нам наши родичи с небед. На самом деле, я ни в коей мере не хотел кого-то обидеть, когда говорил про крепкие силы тела, это необходимо. Я просто хотел в очередной раз обратить внимание тех, кто занимается культуриванием своего тела, что бывают здоровые растения, но растение никогда не станет человеком в нашей жизни, имеется в виду, потому что у растения нет человеческого сознания, у него сознание растения, то есть овоща, и овощ может быть очень крепкий, очень здоровый, может долго храниться, он может быть красивый, но он все равно останется овощем. Поэтому человек, полноценный человек, это не только тот, кто умеет играть в шахматы, или не только тот, кто умеет поднимать тяжести, человек настоящий, тот, который умеет мыслить, и при этом здоров еще и телом. Вот когда объединяется все вместе и мышление, и здоровое тело, и высшее я, когда у вас присутствует, то есть царь в голове есть, то тогда есть сознание, и тогда есть воля, и тогда вы становитесь настоящим человеком и можете себя тренировать, можете делать что угодно, при этом вы будете настоящим человеком, будете достигать уровня аза, то есть Бога на земле. Ежели какой-то у вас элемент отсутствует, в первую очередь сознание, то в этом случае человеком себя считать уже практически невозможно. Вас будут использовать как или вьючное животное, которое будет что-либо носить, либо как робота, биоробота, который будет что-то выполнять, либо как пушечное мясо. Вот выбор небольшой, и как правило выбора вам не предоставляет, вас просто туда направляют. А человек это тот, который управляет своей жизнью сам. Вот эти два отличия надо четко себе представлять и быть в осознанности для того, чтобы вас не превратили в кого-то из этих представителей человекообразных существ. Так вот, мне хочется у тебя уточнить следующее. Демоны в писаниях, в сказках, они очень конкретно обозначены, их там видно. Вот демон такой-то, у него даже имя есть, его даже называют по имени, сказал тому-то, тому-то, сделал то-то, то-то и так далее. Но в современности демонов-то не видно. Они не называют себя. То есть не кричит он, я демон такой-то, я вас направляю туда-то, я демон такой-то, я делаю вот это, я демон такой-то и так далее. В современности все делается очень тихо, спокойненько, никто из демонов себя не обозначает. Почему ты с такой уверенностью заявляешь, что все, что сейчас происходит, неприятное и плохое. Это как раз деяние демонов руками неосмысленных людей. Потому что ярче всего этого озвучил Иисус Христос в свое время, когда он приходил и говорил, вы дети дьявола и творите похоти отца вашего. Он лжецкий отец лжи. И все, что сейчас творится руками людей, творится с помощью лжи. Тотальной лжи. И они настолько с этой ложью выкли и сжились, что они воспринимают ее за правду. Она льется с экранов телевизоров, она пестрит в обложках журналов. И тем не менее люди на это ведутся. Потому что они не занимаются духовным самосовершенством. И именно поэтому они являются руками и ногами демонов. Потому что они сами демонизированы. Потому что им нравятся низкие бахатливые желания и стремления. А это уже широко открытые двери для того, чтобы демоны хозяйничали внутри их сознания. как раз вот лекарства от этого здравомыслия и изучение культурного наследия наших предков, изучение ведических писаний и обращение к богам родным. когда человек начинает это делать, он понимает, что он просто ездовое животное, на котором ездят те, кто использует его не по назначению. и его статус это внук или правнук великих богов, внучка или правнучка великих богов. А о чем думает сейчас основная масса населения? О том, как лучше есть, спать, обороняться и совокуплять. Причем обороняться не с точки зрения защиты Родины, а от соседей, от конкурентов по месту работы, от тех, кто находится рядом. Ну, как вот в крысиной клетке, которая под легким током. Есть такой эксперимент, проводили ученые. Крысы начинают грызть друг друга. Вот в этом смысле они пытаются оборонять. Будучи добровольно помещенными в огромные 12-16-этажные бетонные коробки, где их белополя постоянно насилуют друг друга. Один хочет спать, другой хочет музыку, третий хочет заниматься сексом, четвертый пытается петь мантры, что уже не здравомысленно в многоэтажке и в городе в целом. Получается, эта агрессия внутренняя нарастает. Стучат друг другу в стенку, там, выключи музыку или перестань мычать. Или там, прикройте свой рот. Нам не интересно ваши охи и вздохи. Но где же здравомыслие? Кто же их загнал в эти коробки? Почему люди, если на каждой пачке написано «Курень не вбывая» или там «Курень опасно для вашей жизни», заказывают эту пачку, там, синенькую, красненькую. Я смотрю в очереди на кассе и вижу, что глаза мутные, человека внутри нет. Он заказывает себе за траву и пытается еще скидку получить, отдавая свои деньги за свою траву. То же самое на алкоголе написано. А вот те, кто, как ты правильно говоришь, занимаются здоровым образом жизни, я тоже спрашивал, а для чего вы ходите на йогу? Вот чтобы быть здоровым, а для чего вам быть здоровым? Рот хотите продлить? 9 детей там, 16 детей? Да нет, что вы, да ну, упаси Бог. А для чего? Атики для сэма. Ну, не хочет жить для рода. Значит, это уже разрушение родовых традиций. А это как раз показатель того, что человек демонизирован. Потому что попытка жить в качестве раковой опухоли внутри общества – это и есть демонический строй психики. Так оно и получается. И здесь такая интересная мысль сразу появляется, когда мы говорим о людях, которые живут для себя, красиво живут, красиво даже говорят, вроде бы ничего плохого не делают, но при этом и пользы особо не приносят обществу, не приносят своим родам. Вот такая мысль рождается. Кто не может себя самостоятельно организовать, тому находятся организаторы. Организаторы со стороны. И они тогда не считаются этим само неорганизующимся существом, как с человеком. Они его используют, опять же, как вьючного животного, как пушечное мясо и так далее и тому подобное. Стоит вопрос, люди, а вы на самом деле понимаете, что вы делаете, когда живете неосознанно, когда живете, как ты говоришь, для себя, когда не понимаете свое предназначение в жизни, не понимаете, кто вы. Но ведь вас же используют как животных. И каким бы вы ни пытались выглядеть красивым существом, каким бы красивым человеком, сильным, разумным, как вам кажется, начитанным, одетым с иголочки, улыбающимся, вы все равно для тех, кто смотрит на вас свыше, для демонов, вы являетесь человекообразным животным, которого надо использовать. Ведь ни один демон никогда человека использовать не будет, потому что использование человека – это нарушение всех законов свободы воли и вселенского нашего бытия. Демон может использовать только того, кто не является человеком, потому что у человека есть воля, достроенная на сознании, а если есть сознание, то есть свобода выбора. А у животного нет сознания, и значит нету воли, и значит нет свободы выбора. Животное всегда подчинено каким-то обстоятельствам – природным, хозяйским и прочим. И поэтому с животным всегда поступают на уровень животного. Жрать хочешь – хочу, иди сделай это. Секса хочешь – хочу, иди сделай это. И так далее. Если вы не можете себя организовать, то находятся те, кто вас организует. Если вы не способны себе находить праведное и правильное для вашего развития занятие, вам найдут занятие, но не обязательно праведное. Оно будет полезно, в конце концов, для вашего развития все равно. Но только через колотушки. То есть, если человек не может себе найти упражнения для своей воли, для своей разумности, для своего ума, разума и так далее, решать какие-то трудности самостоятельно, находить и решать их, то в этом случае ему трудности будут подбрасывать. Его пинками будут загонять в светлое будущее. Через боль, через страдания, через страхи, через что угодно. В конечном итоге, да, это даст какой-то эффект, через 2, 3, 10 перерождений. Но наш же путь должен быть намного быстрее. Задача белого человека – не крутиться в этом колесе, а как можно быстрее пройти правильный путь ему предназначенный и идти дальше по пути духовного развития. Вот какая наша задача. Многие этого не понимают. Мне вот так кажется. Да, ты абсолютно прав. Именно поэтому и мы можем вернуться к тому, что вот все высказанные доводы как раз свидетельствуют о том, что те, кто не хочет духовно развиваться, могут дождаться внешних обстоятельств, при которых они будут вынуждены принимать решения. Они вынуждены будут делиться последним куском хлеба, вынуждены будут терять своих близких, умирающих у них на руках. То есть каким-то образом насильственно взращивать в себе возвышенное качество души. Хотя это должно делаться естественно и добровольно путем исполнения своего предназначения, путем развития своей жизни через изучение наследия предков, через йогу или даже просто через честную жизнь, стремящуюся к справедливости. Я в последнее время практически не встречаю людей, стремящихся к справедливости. Ну, еще раз призываю людей прочитать это, прочитать это, посмотреть фильм об этом. Ничего страшного, что братья индусы не всегда похожи на братья славян внешних. Сыграли они вот эту Махабхарату с 2013 года, этот сериал «Хорошо». И там столько духовных уроков и столько пищи для того, чтобы добиться хотя бы маленькой толики тех душевных качеств, которыми обладали главные герои. Я надеюсь, что, я надеюсь, возникнет желание хоть чуть-чуть приблизиться к высокому званию человека. Зная, ради чего наши предки приносили в жертву свою амбицию, свое тщеславие и свою тягу к тихой, будничной, замшелой жизни. Ради нас. Так вот, мы должны быть достойны этого. Всего хорошего, уважаемые слушатели. Хотелось бы, чтобы вы сделали главный вывод и готовились к внутренней Махабхарате, не дожидаясь внешней. Ну что ж, я думаю, что послание очень хорошее и правильное. Теперь осталось самое малое – начать жить здравомыслием, начать осознавать себя в этом мире, кто мы, для чего мы, что мы должны сделать. Вспоминать и осознавать наследие наших предков, понимать, что дурак учится на своих ошибках, а мудрый на ошибках дурака – кто вы, на чьих ошибках вы учитесь. Это не мне решать, это вы должны сами себе честно ответить. Ответив, должны сделать выводы. Сделав выводы, должны как-то скорректировать, перенаправить, может быть, свою судьбу, как-то осознать свой рог и двигаться в нем. Рог – это не то, что ругательное или какое-то фатальное, безысходное. Нет, это просто ваша направленность, то, что вам предречено, то, что вы должны делать в этой жизни. А вот как это делать? Осознанно или неосознанно? При помощи осознания и воли? Или при помощи чьих-то колотушек? Сами вы ли будете искать учителей или учителя придут с рогами и копытами и будут вас направлять в светлое будущее? Это решать вам. Наша задача всего лишь навсего – осветить одну из сторон нашей жизни. Рассказать только одну из направлений нашей жизни, приводя какие-то примеры из прошлого. Может быть, кто-то считает, что это не совсем наше. Ну, хорошо, пускай кто-то считает, что это не наше, но пример такой есть, и этот пример известен. Почему бы его не учитывать? Ведь лишним знаний не бывают. Чем у вас их больше, тем больше выбор, тем больше инструментарий. И тогда в любой ситуации этот инструмент вдруг может оказаться в ваших руках, и при помощи его вы сможете что-то сделать полезное, решить какую-то проблему. Напомню еще раз высказывание римского историка Корнелия Непота, который жил в первом веке новой эры. «Сивис пацам пара белум» – «Хочешь мира, готовься к войне». Мы с вами общались с Сиславом Глобой, соратником Рода Божия, за что низкий поклон тебе, Сислав. А тема общения была такая – Махабхарата, величайший ретописный памятник культуры наследия Древней Руси, третья и заключительная часть. На симе я с вами прощаюсь, с вами был Народная Славянская Радия, Рода Божия, Алексей Орлов и Сислав Глоба. До новых встреч, услышимся! Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»